как я провожу свое свободное время я пожалуй запишу вам один из моих дней сейчас надо сделать вот так все что останется короче все это надо будет сегодня отвести другу это майдадыр это не наше соседское она борисовна всегда старается захватить собой весь мусор чтобы мы не несли в общем примерно как проходит наш день встаем мы всем 8 часов мы не спим там до 12 до 2 потому что мы перестали работать ночь мы раньше сидели обрабатывали монтировали все ночью я не знаю почему я вообще не знаю почему люди все делают ночь люди войти профессиях да вот таких вот почему почему они все стараются делать ночь для меня это непонятно на данном вот этапе жизни да я понимаю что это ведет каким-то нервным расстройством ко всякой херне поэтому мы отказались от такого ритма жизни мы теперь как бы ложимся раненько там в десять в одиннадцать и спим себе и в девять часов утра ты уже такой себе прям живчик и готов к подвигам встаем пьем чай она борисовна не пьет кофе я пью кофе пьем кофе чай завтра не завтракаем да не она борисовна завтра я не завтра потому что мне потом тяжело и начинаем планировать день день как правило у нас начинается с планирования ремонта очередного у нас есть там небольшая квартирка на побережье вы об этом знаете мы там постоянно делаем ремонт и потому что каждый раз зимой дом не отапливается там жилой многоквартирный дом но он не отапливается и вот каждый практически год она приходила в негодность то есть там все сырело на хрен лучше переделали мы все сделали так чтобы она ничего не сырело то есть после покрыли стены ламинированными ламинированные панелями клинкером железом стеклом деревом натуральным то есть там максимум натуральных ингредиентов для того чтобы квартира оставалась целостей мы это проверили это действительно работает кроме одного там злорадного случая когда часть стены где мы клеили ламинат мы поклеили дешевым супер клеем каким-то абсолютно дешевым простым и думали что они все одинаковые но на самом деле они не одинаковые и это частины отпало и получилось так что буквально вот две или три недели назад мы поехали расконсервировали это жилье и увидели вот эти вздушиеся стены и прочую херню и получается что то что мы делали в прошлом году то есть абсолютно новый ремонт сновья до с нуля он весь как бы пошел пошел и мы короче решили в этом году все переделать сезон уже все равно потерян квартиру скорее всего сдавать мы не будем потому что она как достается да я вам пока видели наверно тут stories вы может и будем дальше два месяца на борисовну говорит вот не вы видели тут stories в общем делает как это связано с днем много воды как это связано с днем связано это так что вот на данный момент мы едем в леруа мерлен это вообще наша любимая наверное метка сейчас походим по леруа я вам покажу что мы будем брать у нас есть список точнее не список я никогда не составляю списки я все держу в голове все что касается ремонтов там и прочей шляпы едем в общем леруа мерлен сейчас будем покупать различный став для ремонта нашей студии и что будем брать я постараюсь вам показать вот благодаря тому что мы не создаем списке благодаря тому что мы не делаем никаких измерений каких-то таких капитальных зайки вот надо сесть спланировать полностью допустим а вот сейчас мы поедем сегодня на побережье мы будем делать ванную комнату у нас там совмещенный санузел нам под надо поставить раковину которую вы уже сегодня увидели да будем оформлять ее нефтилистским это будем делать полку или шале наверно я не сделал никаких замеров я не сделал вообще ни хрена для того чтобы понимать примерно сколько нужно материал материалы мы всегда покупаем вот ну примерно вот примерно поскольку по стойку на борисовна ржет да и вот исходя из этого мы потом постоянно ездим строительные магазы мы являемся постоянными почетными клиентами всех строительных магазинов причем понятно что это покупая покупки мы совершаем не глобальные мы делаем какие-то там сатарок капитальных да как люди покупают там тонну бруса там или для бухты гипсокартона нет мы берем вот эти вот все мелочи но и даже при таких раскладах нам постоянно всего не хватает вот то какой хрень да ты вот все упирается какие-то металлические уголки которые нельзя купить и да ну к примеру и ждем когда мы там что-то другое это делаем поедем краснодар заедем опять беру а мерлен купим эти самые вонючие строительные уголки в общем вот такая круговерть блин хера верть какая-то которой которая наверное вредит да он придет вообще по жизнь это наверно это стоит все таки называть обычной людской безалаберность ну короче вот едет леруа мерлен от нас находится это не не реклама леруа мерлен таран не продался леруа я бы с удовольствием бы продался леруа если бы была такая возможность но нет леруа у нас находится примерно где-то в 10 километрах от дома от нашего находится в республике адыгея за мостом и вот сейчас едем на затарку forever чем забрали поводов два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять по пять метров мягкий про час будем его красить провод будет наматываться на деревянную наши конструкции из бревен 10 патронов перераспределительные коробки взял вот такую вот штуку она короче как бы смущает потенциальных жуликов блин даже если у вас камеры не висят нигде они всегда будут предупреждены она борисована у нас сейчас ищет чувака который прошлый раз нам мешал краски удивительные свойства света кстати еще за видите сколько светодиодных лент и они каждая разная цветовой температуры просто вот пипец вот каждый хотя покупаешь иногда думаешь то это одна и та же лента вот нихера не все разные короче вы стоите тут короче сколько я рассказал слова короче я не знаю вы тут наверно не увидите но блин свет такой себе выбрали вот такой вот цвет для покраски декора деревянного и у нас здесь серая краска для покраски именно стен и она хорошо она всегда переживает за цвет стен просто из тех людей которые любят красить стены то есть ты берешь какую-то палитру и выбираешь какое дерьмо вот из такого вот вот такое ну максимум вот это уже очень экспрессивные женщины вот это вообще пиздец этим курицам чем лет по 18 вот но я не люблю такие палитры вот все из этого цвета максимум я бы выбрал что-нибудь вот такое вот вот это вот это все мое вот мне нравится вот такого плана какая-то окислившаяся медь вот короче что касается кистей кисти надо брать самый мягким самым длинным ворсом то есть если вы красить что-то гладкое такое идет выброс именно по гладкой какой-то херни нужен самый мягкий самый длинный ворс вообще кисти надо брать максимально дорогие какие ты можешь себе позволить потому что у них то есть коэффициент полезного действия этой кисти будет гораздо шире ее можно будет потом вымыть но естественно не надо красить вот стены вот такой вот малкой да теперь короче краска нужно для покраски кромок провода у них правда бы я просил матку не знаю в общем уходим немножко иначе основная лего она здесь получается все это время надо короче удивительно тут есть велосипедная дорожка для для того чтобы ездить из леруа мерлен бегу в основную гамя ну вот это с тележкой ходить короче тема если ты вышел с тачкой из основной мели и тебе надо сходить короче в леруа мерлен ты можешь сделать это вот по вот этой вот дорожке короче динамический диапазон у меня здесь есть один любимый бомбс магазин короче мы там любим ходить покупать всякий бомж шмот я сейчас наверно зайду гляну себе пару шорт каких-то на лето прилично рублей по 800 и больше шорты которые стоят как банка краски дешевле банки краски вот этот бомж магазин сейчас скажет таран продался короче тарана просто денег нет на приличный магазин узнала что с тобой неинтересно ходить вообще ничего не дает покупать ничего не дает покупать еще и почему ты мне ничего не дает покупать я купил себе короче бомж майку бомж рубашку до 1300 рубасов но она выглядит реально какая-то тема из бутылка каких-то это что-то модно я буду теперь это рубашка рубашка она рада прочь рубашка стойкой у которой мы до сюда застежки я модно она борисовна стоит сделать или ты непонятно виртуальная реальность любой кусок пиццы наверняка обман какой-нибудь итальянский хапчик китайской коробки ну как бы итальянский в как китайской тебя как называется это на улице изучение моя карбонара поели перетел вообще не осталось украина ты есть у меня нет сил вообще ну подыхаюсь надо еще походить по этой и и она горечко на женщина полная сила я дедушка который полносил женщина полносил короче это какая-то рублька или болгарка короче полносил с позором короче и подтала позором дермал под на навеску и полносил по таранку в общем продолжается вся эта херня сейчас зачем мы идем за рейлингом чтобы рейли она знает вот такое вот вам надо и две штуки естественно будем немножко дорабатывать ножки потому что икея делает дешевые кровати я бы сказал не заниженными а просто блять унизительную это унизительная кровать кто-то вспомнил на полу как рам на галере vladimir vladimir vladimirし на и получается дайте да 1900 рубах а потом получается не что надо речь на одни сейчас же 1600 уже четыре блин и матрас еще желательно за пятерочку как минимум чтобы можно было отдыхать до получается вот это унизительная койка выходит как какая-нибудь вполне себе обычная кроватка да вот вот того плана с речным дном и соседями но без матраса вкус здрасьте не вот такая вот хрень я люблю вот такие кровати она близ она боится что их короче в рот вы любят когтями отдыхающие вот она стоит это класс классный проект короче чистый лофт примерно вот так все причем такого же цвета камень чуть темнее дерево нету гирлянд нету такого топчина на думал он будет ну и конечно же нет гитары интересные стилистические решения даже и сюда поставить 70 200 артем дядьковский короче хромок до того как облысел у нас сана борисовна есть такая потрясающая способность проехать по пробкам пройтись блин 100 километров по магазинам и потом вдруг сойтись на мнение что нам нахер это не нужно вот сейчас сидел с пустыми руками но зато это и рубашки мы очень подходим к нашему любимому саму борисовну отделу бомж отдел мы называем короче отдел распродаж сейчас будем себе чем если там чайки все не расплатали будем себе чего-нибудь подбирать короче предложила не борисовне такую кровать она стоила 13 сейчас за восемь семьсот но за 9 короче она сказала что ее вот такие ковер парадокс 30 трубасов стоил у меня мы когда-то у бабушки такие выбрасывали мне казалось что это такой бутер какой-то посмотрите на цены понятно же до вечера шерсть там сотканная руками девственниц там я не знаю где-то в таджикистане до того как ее продали в рабство ну блять 18 покидаем здание борисовна покидает здание я наконец-таки выложу этот бомж пакет для я находился с позором короче просто такой позор с таким старом сейчас каждый девайсер киаби на мне всего если посчитать одета почем твой шмот мне одета тысячи на две может все мне кроссовки дорогие 8 рубасов за кроссовки отдавал а все остальное из киаби из нью-йоркера из кропа майка самая дорогая в жизни это там 1200 рублей но я даже такие майки перестал покупать потому что я теперь знаю что осенью такая же майка будет стоить там 500 рублей единственное что плохо жаробасы вылетают большие размеры вот поэтому больших размеров нет никогда на гей друщей всяких майки всегда на таких как я не но в общем не суть сейчас идем обратно меруа мы специально не не подъезжали на тачки правда же мы спортсмены ну мы не подъезжали чтобы немножечко разболтать карбонару а то она у меня уже начинает проситься на выход такая опасная еда вообще опасно в торговых центрах тогда торговых центрах вообще опасно есть какой-то такой фастфуд видеть я какой вежливый пропустил девушку на переходе сейчас там ее менты остановят за то что она пешеходов не пропустил короче вот такая вот херня такая подстава карбонара ты че ела фитучини карбонара да мы такое не едим у нас на это денег нет мы в основном всегда едим дошики с сосисками дешевыми из ашана вот это мы чисто помтанулись ради этого выпуска такие дела пацаны леруа мерлен ждет нас мерлен мы снова идем к тебе наш любимый магазин любимый у нас магазин в жизни вообще-то нужно веб-карта мало того нам нужны футболки с надписью долбоебы года то есть люди которые не умеют считать они не просчитывают ремонт и не просчитывать что им нужно каждую неделю вы едете да мы миллионеры которые сами себе ремонт и делал бывает такая херня это вот мы да понятно тебе ты трич который живет на квартире не высадили тут деревья они принялись по всей видимости теперь есть места здесь можно посидеть если непонятно да вот это вот ботва с инвалидными ты подъезжаешь и здесь так вообще вся стоянка отдана инвалидам краснодар город инвалидов все стоянки все стоянки инвалиды ты свой автомобиль свою бричку ваще не запаркнул подожди мне надо пакет да да а а а а а и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Короче, едем домой Вы считаете, сколько раз я сегодня сказал короче? Это очень важно Потому что, если кто-то сегодня напишет мне, что ты сказал 52 раза короче Или там 76 с половиной раз, короче Короче, едем домой Сейчас собираемся, берем Степана, Шамиля Всякое говно Надо не забыть шуруповерт, компьютер и системный блок Блядь, непонятно, нахуй поворотник включаешь Я наорал на деда Короче, берем Берем всякое говно Едем Доделывать ремонт Видимо, может быть Друзья,片ена На дороге Добавил сфот Как у них так изящно получается вот это все делать, блин? Это я бою! Это я бою! Поднимаемся, в общем, домой, забираем барахло, Шамиля, Степана и едем в Тихуану, пацаны, вот так, и поехали, все! Чувак с косичками! Псина! Псина! Залази наверх! Ты что, будешь тут внизу сидеть, что ли? Передай привет подписчикам! Say hello to my little friends! Давай наверх! Вот такие дела, пацаны, что-то! Осмоэкшен экран вообще что-то, какую-то розовость, блин, уводит, все! В общем, пытаясь найти замену слова короче, нашел в общем, блин! Едем! Это наш Топсинский район! Удивительно, что в этом году очень мало-мало-мало отдыхающих! Густые дороги, обычно в это время уже пробки начинаются! На пляже не продыхнуть всегда! Сейчас что-то вообще! Вообще-вообще ничего! Вон! Поступили! Залегали! Ой! А что ли это? Ну, это уже хорошо, убить понимание! Ну, это уже хорошо, убить понимание! Вот так, собака моя! Ух ты! 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 Это печально! Ух ты! 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 Весит одна камера на 60 по моему! Или на 40! Ух ты! села и вот получается вот так здесь уже более-менее короче ну вот это самая пробковое место наверное у нас края я ненавижу когда вот начинается развилка двойная и когда кто-то начинает наваливать то есть он видит что ты его пытаясь обогнать но понятно что у меня не ламборгини да но у меня довольно таки мощная машина я могу набирать как бы труба дизель это всегда хорошо особенно здоровенной турбины вот и он видит что я выхожу на огонь и он начинает наваливать какого черта летом вот это вот все стоит вот все вот это вот это все стоит вот туда намного километров вниз то есть однажды мы ехали я насчитал семь с половиной километров она как бы не совсем стоит но она двигается но двигается такое вот поэтому по возможности избегайте топсинского района есть и в крым все по-братски чуваки и надо нам тут вот сейчас вот пока вот нет туристов нет ростовчан там москвичей да на автомобилях у нас как бы все нормусь потому что сами краснодарцы очень редко ездят на море потому что ну как бы это уже море и море на хрена но надо привыкают а вот более-менее какие-то северные народы да будем так говорить для них море это всегда диковинка это всегда какой-то вожжеланный такой вот трип летний да вот они садятся за руль и едут на море надежде отдохнуть и вот когда вот таких вот чуваков собирается в одной точке там более тысячи автомобилей тогда вот вот пропускная способность я где-то читал что больше тысячи больше тысячи авто вот на какую-то одну точку да вот они как-то считают я не помню как это называется если коментах напишите буду рад слушать да как это делать но очень много автомобилей я просто я я поздно включил камеру то есть надо было немного раньше показать вам всех этих обочинщиков всех кто едет по встречке вот что делают власти то есть немного дальше вот там сейчас будет развилка на геленджик развилка новороссийский геленджик джубга да в эту сторону туапсинский район гелиджийский район вот эта вся хрень оттуда 6 полос вот сюда опять-таки вливается в бутылочное горлышко и получается что вот допустим чтобы забить вот такой плотности пробку вам нужно остановить там всего пару автомобилей ну буквально там на какое-то мгновение и все и все это собирается то есть пропускная способность вот допустим вот там дальше она гораздо выше чем там куда упирается эта пробка да и получается что все вот это вот превращается в какой-то говнище пацаны да здесь базара нет у нас красиво у нас все классно но блин вот это пробень вот по возможности сейчас если надумаете ехать обратно в воскресенье допустим да или в понедельник утром то вас ждет вот такой вот вот такой вот же скач я крайне рекомендую выезжать всегда ночью то есть подождали 12 часов отдохнули поспали выспались не ну 10 еще стоят потому что много таких кто думает что если выйдем допустим полдесятого в 10 начале одиннадцатого то как бы мы всех обманем но нет вот вот все эти люди то есть что сейчас сейчас у нас 1947 вот она это пробень и она стоит я понимаю москвичей я не удивлю в принципе да наверное у вас на выезде и въезде в город и еще и наверное похлеще бывает ну вот у нас вот такая цель не плюс еще эти сраные мошки которые ощущаются даже щетками какими-то матерами вот это вот это развязка наша развязка геленджик геленджикский район туапсинский район здесь вот мы с вами развязываемся и когда вы едете на побережье допустим в пятницу здесь получается что здесь вот такой есть эффект тоже бутылочного горлышка когда вот ох ты молодец какой ты смотри это вот местные черти короче вот тут вот такой исполняет вот вот этот момент опять-таки с четырех с пяти шести полос все вот сужается вот такое вот однополосная медленная каждый грузовик вот каждая какая-то баржа тихоходная она здесь начинает осаживать и вот это вся гармошка собирается вот точно в такую же пробку вот туда назад вот то есть все что мы с вами сейчас видели здесь в сторону россии как бы это все тоже вот в равной степени получается и здесь потому что федеральная трасса стратегического значения проходит через сраные села села в свое время были построены разданы были разрешение на строительство безалаберно абсолютно беспрецедентным вот вот вообще тупизмом я даже не знаю как это правильно рассказать вот как это объяснить вам да то есть когда за деньги ты разрешаешь строить где угодно что угодно и вот все это строительство безалаберная незаконная полузаконная на взятках она все сейчас вот приносит свои плоды дело в том что дороги эти расширять не получается вот сейчас мы с вами в данный момент едем но будем так говорить это это пригород жуки дать это вот наша тихуана вот где я живу летом будем так говорить получается что вот такая жопа и дальше по побережью все абсолютно то же самое подъезжаем к туапсе небу туда дальше к сочи все все это проходит через поселки села какие-то пригороды абсолютно невнятные две полосы и заставлены автомобилями в летний сезон да вот курортный сезон и вот люди мучаются ну сейчас вот сейчас здесь хорошо соответственно что здесь будет например в июле по пятницам я думаю говорить не надо она будет стоять и в ту и в ту сторону то здесь будет полная жопу по возможности конечно же избегать не этого пользуйтесь ласточками электричками поездами самолетами я не знаю летайте в крым в крыму пользуйтесь там местным каким-то транспортом потому что крым это тоже симферополь кто живет знает это вечная пробка то есть просто так у вас не получится вот так на раз-два взять проехать с мостатом до севастополя посмотреть всю самую красоту которая есть крым у вас не выйдет потому что там просто тупо все стоит круглый год в отличие от туапсинского например района все что касается крыма она стоит вот буквально круглый год вот поэтому тяжко и вот сейчас мы уже подъезжали еще задержу ваше внимание немного видос уже подходит концу мы сейчас подъезжаем будем разгружаться и я вам сейчас покажу во что превращается федеральная трасса вот на подъезде к любому поселку чтобы вы понимали да что я вас не обманываю сидите дома летайте на самолетах в Турцию в Турцию вот абсолютно полное отсутствие вкуса вот люди которым отдают разрешение на строительство точнее люди которые покупают разрешение на строительство здесь они не обладают вообще никаким вкусом то есть архитектором вообще насрать туапсинского района на то что происходит здесь да то есть вот в итоге мы имеем вот такое вот какой-то но это еще бог с ним это вот пич времени до стеклянные торговые центры какие-то но все что касается частного сектора все что касается именно частного сектора связано с туристическим бизнесом она это наша тихуана вон короче стоит наш дом вот ну у нас тут есть аквапарк да кстати мы сейчас доделаем ремонт квартиры будут днем сдаваться если захотите пишите недорого вот и вот мы едем по селу что здесь творится летом в сезон когда все бзыхи берут матрасы бдыхи туристы берут матрасы с этими матрасами с надувными кругами идут по дорогам переходят неположенных местах то есть я думаю объяснять вам не надо тут короче полный пипец вот такая вот замечательная архитектура и вот это все отсюда и аж до абхазии вот вас ждет вот такая вот хрень вот кстати наш дом у нас есть своя стоянка то есть проблем с этим нет если вы снимаете квартиру то проблем со стоянкой не будет я вам сейчас покажу как это все будет выглядеть примерно то есть вот здесь мы спускаемся ворота на распашку как обычно у нас поломали здесь механизмы затворные то есть они есть но они поломаны кто-то умудрился их вырвать за зиму вот есть с одной стороны у нас парковка но мы сейчас будем разгружаться я обычно тачку ставлю вот здесь вот вот мое коронное место вот здесь вот в углу там тенечек всегда ну сейчас подъедем поближе немножко в общем чтобы вы понимали примерно да что здесь такое это вот подъезд это вот пляж все вот пляж 35 метров и вы в общем когда так чуваки спасибо за просмотры подписывайтесь ставьте лайки все всем пока так проходит один день из жизни тарана сейчас поднимемся наверх я вам завтра наверно покажу как там все выглядит пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok